Оружие и безопасность. 16-я международная специализированная выставка открылась в столице. Там представлены украинские разработки в области военной техники. На месте работает корреспондент КЮА-ТВ Юлия Крючкова. Она на связи со студией. Коллега, добрый день. Делись впечатлениями, что уже успела увидеть? Здравствуй, Артем. Действительно очень яркие впечатления от этой выставки. Здесь находится очень много людей сейчас, так как сегодня ВИП-день, во время которого официальные делегации из 15 стран находятся здесь и осматривают выставку, могут узнать, что разрабатывается в Украине для обороны. И здесь представлены совершенно разные разработки. Это и тяжелая техника, танки, БТР и БМП. Кроме этого, различные разработки, которые касаются защиты, радиолокационное оборудование, стрелковое оружие и другие. И также здесь сегодня присутствуют представители Министерства обороны Украины. Они тоже знакомятся с тем, что же сейчас есть на рынке для того, чтобы понять, какие закупки нужно совершать. И эта выставка уже давно стала такой площадкой для подписания контракта, в том числе между Министерством обороны Украины и компаниями. Давайте послушаем, что рассказал министр обороны о том, кто сегодня здесь есть и чего же они ищут. Особенно будем смотреть на технологические разработки, которые помогут выйти на новый уровень технологий. Мы будем смотреть как на государственные предприятия, так и на частные. Одинаково. Сегодня мы уже успели побывать на презентации одного из образцов новейших тяжелой военной техники. Это БТР, который называется «Атаман». Это уже третья серия этой боевой машины. И в этот раз в ее создании участвовали около 15 компаний. Это и государственные компании, и частные. Как нам рассказали инженеры, в этот раз сделали все возможное для того, чтобы обезопасить экипаж. И так как именно не только боевые задачи, главное для военной техники, но и то, что нужно защитить и оставить в живых тех, кто есть в этой машине. Давайте послушаем о том, что нам рассказали во время презентации. Если раньше мы представляли прототипы, которые продумала наша КБ, то сегодня я показываю две машины из всех десяти, что здесь есть. Вот этот «Казак-2М» и вот эту машину. Это те машины, которые помогли нам разработать, придумать, оснастить офицеры, которые воевали на фронте. Эта машина сделана по техническому заданию морской пехоты Украины. То есть она должна быть плавающая, она на десять человек. Такой машины на Украине нет. Такой машины нет у нашего врага восточного. Всего в этой выставке в этом году участвуют около четырех сотен компаний. Это не только украинские частные государственные компании, это также компании из 17 стран мира. Что же еще сегодня здесь показали, мы вам расскажем уже в следующих выпусках. Передаю слово тебе, Артем. Спасибо. Спасибо, коллега Юлия Крючкова с международной выставки «Оружие и безопасность». Там представлены разработки Украины в области техники и технологий военного назначения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова